Мы нарисуем оптическую схему дифракционной решетки. От соседних щелей к экрану идут практически параллельные лучи света. В случае дифракции фраунгофера они считаются параллельными около решетки. А потом на экране, который расположен либо в фокусе собирающей линзы, либо очень далеко, эти лучи сходятся в одной точке, которая называется точкой наблюдения. Вот мы сейчас рассмотрим точку наблюдения, находящуюся на расстоянии Х от центра дифракционной картины. Угол наблюдения будет равен тангенсу. Тангенс угла наблюдения будет равен отношению расстояния этой точки наблюдения от центра экрана к расстоянию до экрана. Разность хода определится через период решетки d на синус альфа. А разность фаз связана с разностью хода через волновое число, которое обозначается латинской буквой k. k умножить на дельта заглавное. Или подставив значение волнового числа 2π разделить на лямбда, получим разность фаз. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ